Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами будем обозревать Т7кар. И кто-то скажет, что песок не достоин, но нет, он достоин того, чтобы его обозревали. И если вам надоело слушать от других ютуберов по поводу того, что вся жизнь кипит только на 8 и 10 левелах, что вы обязательно должны страдать над своей статой и обязательно должны расти над собой, и что вам ни в коем случае нельзя становиться раком или продолжать им оставаться. Ребят, подписывайтесь на мой канал, здесь все гораздо проще. Вас никто не учит играть, вам показывают интересные, симпатичные, красивые танки, показывают интересные, познавательные видео, ну и, соответственно, каждого из вас здесь ценят, любят за то, что вы есть на этом канале, а не за то, что у вас какая-то высокая стата и большое количество премиумных машин. Подписывайтесь на канал, давайте будем дружить, я вам буду безумно благодарен за поддержку в развитии моего начинания. Итак, ребят, Т-7 кар и в чем его уникальность? К уникальности вернемся чуть позже, ну а сейчас заценим, как обычно, орудия, стоя в ангаре, все остальное будем заценивать в бою. Орудие интересное, почему? Правильно, потому что это, как обычно, у нас барабан, но барабан, ребят, непростой. У нас идет 3 выстрела по 3 снаряда. Таким образом, 9 выстрелов происходит и каждый из них наносит в среднем по 12 единиц урона. Много или мало сейчас будем смотреть с вами в сравнительной таблице с другими танками, сравнивая. Что касается времени сведения и разброса на 100 метров, то здесь, в принципе, в пределах стандарта для не очень прям точных и крутых машин. Но в целом, в игре для него конкретно этого больше, чем достаточно. Это орудие однозначно не для стрельбы на дальних расстояниях, а машина ближнего боя. Что касается сравнения с другими машинами, ну давайте заценим сначала броню, которой здесь, в принципе, нет. Но, ребят, если сравнивать с, допустим, тем же самым Т-1Е6, то здесь броня есть, и она в 2 раза лучше, чем там. Потому что если там броня 6 миллиметров, то здесь целых 12. Короче говоря, это просто-таки имба брони по сравнению с некоторыми другими машинами. Ну а что касается некоторых других машин, коих представлено на уровне среди легких танков целых 14 штук, то здесь машина отличается ДПМом от всех остальных и имеет ДПМ 733. И следующий, кто идет за ней сразу, это идет 10ТП, у которого 724. Но номинально данная машина является самой ДПМной. Кроме того, ребят, обратите внимание на вот эту цифру. 61 выстрел в минуту. Нет такого количества выстрелов, наверное, в игре, а не просто на втором уровне. И в этом вторая уникальность данной машины на своем уровне, а возможно и на полностью все машины, которые есть у нас в великолепных танках. Ну и следующее, что хочется отметить, что это второй по уровню фармер среди легких танков 177% доходности. На первом месте у нас стоит Т-1Е6, про которого есть обзоры, если он вам интересен, вот ссылочка. Заходите, посмотрите, я уверен, вам больше чем понравятся результаты фарма вот этого малыша. Ну а мы с вами возвращаемся в ангар и, соответственно, выгоняем данную машину в реальный бой для того, чтобы посмотреть, Т-7кар действительно такой крутой чувак или нет. И да, ребят, я не вырезаю абсолютно ничего из своих видео. И если вдруг сейчас будет фейловый бой, поверьте, вы его увидите. По одной простой причине, потому что я снимаю честные обзоры. Я не делаю нарезок из какого-то количества видео для того, чтобы показать машину во всей красе. Я показываю машины такими, какие они есть на самом деле, руками среднего танкиста. К чему говорю? Говорю к тому, что если ты средний танкист и реально хочешь знать, как та или иная машина будет кататься в реальных боях в твоих руках, подписывайся на мой канал и смотри обзоры, в которых ничего не приукрашается. Когда ты смотришь видео скиллового игрока, понятное дело, что он играет классно на машине, показывает тебе офигенные бои и ты больше чем уверен, что ты будешь играть на ней точно так же, так же фаново и выгодно, допустим, по серебру в случае премиумных машин. Но не всегда получается так, как хочется, потому что порой мы не можем реализовать все возможности техники, ну и, соответственно, покупая машину, потом расстраиваемся, что в наших руках она себя ведет абсолютно по-другому. И порой очень даже негодные машины кажутся нам. Поэтому, ребятки, если вы за честность, как я уже говорил, подписывайтесь на канал и смотрите честные обзоры, которые будут давать вам понимание того, чего вам ожидать от техники, либо от товаров в магазине. Ну а возвращаясь к нашему товарищу, товарищ по подвижности ничем абсолютно не отличается от других машин на уровне. Что касается точности орудия. Точность у орудия есть, но если вы работаете на малых расстояниях, если вы работаете на вот таких расстояниях, то понятное дело, что разброс будет просто чумовой. Поэтому единственное нормальное применение данной машины, это приехать кому-нибудь впритык и начать раздавать свой ДПМ ему, для того, чтобы именно ДПМом его и задавить. Если же там более чем один соперник, вам не поздоровится, потому что вас начнут просто бешено разносить. Так, возвращаемся назад. С меня сняли, в принципе, довольно неплохо ХП-шкем. Попробуем выцелить вот этого товарища. Ну вот, как вы видите, в принципе, орудие отстреливает не сильно точно. Соответственно, воевать даже на вот таких вот расстояниях в нем крайне дискомфортно. Так, прилетело. Класс. Чего противопоставить? Нечего противопоставить. Что делать? Ничего. Бодаться до последнего и пытаться сделать хоть что-нибудь в надежде на то, что союзники меня поддержат. Голды здесь нет. Соответственно, все, кто для вас бронированный, ну, соответственно, непробиваемый. Что касается нашей брони. Как вы видите, броня не работает абсолютно. Здесь ее просто нет. Пробивают и в тушку пробивают, и в башню. Короче говоря, как только под раздачу вы попадаете, соответственно, вас начинают выносить в ангар. Абсолютно ничего удивительного. Ну что, досматриваем бой и обязательно запрыгиваем в следующую катку для того, чтобы посмотреть, а действительно ли Т7 кар вот так играется постоянно. Итак, друзья мои, бой закончился. Результаты смотреть не будем, потому что смотреть там, в принципе, нечего. Единственное, что мне действительно доставило хоть какую-то радость и то, что действительно немножечко, немножечко меня успокоило, это то, что Д2, Д2 он умер во сне. И слава богу, что он не мучился на его, а просто так вот в спящем состоянии представился и отправился в ангар. Ну, а мы с вами отправляемся в еще одну каточку для того, чтобы заценить Т7 кар в другом бою. Возможно, в нем повезет немножко больше. Вот если я сейчас попаду к двойкам, к единицам, в чем я очень сильно сомневаюсь, все-таки это коллекционка, то, ребят, я вот прям всем наваляю. Ну, а поскольку у нас здесь против нас 4 товарища, которые выше по левелу, соответственно, скорее всего, наваляют сейчас в очередной раз мне. И заметьте, кстати, во вражеской команде тоже есть Т7 кар. И если нам повезет с ним слеснуться, мы сможем посмотреть на данную машину через призму своего же прицела, ну, и, соответственно, попытаться пободаться с ним по времени перезарядки и ДПМу, хотя я больше чем уверен, что машины между собой покажутся абсолютно равными. Так. Ну, вот не хочется ехать вперед, честно говоря, с учетом того, что машинка крайне картонная. Понятное дело, что ей будут стараться сразу сделать все больно, кто первым будет ее видеть. И если рядом с вами будут другие ваши союзники, поверьте, ну уж не к ним точно будет приклеен прицел вашего врага. Так. Ну что, поехали. Т7 кар вот так вот выглядит, когда в него стреляют. Выглядит он, конечно, не очень. Крайне грустно смотреть на этого товарища. Вот в таком внешнем виде. Странно, что сейчас не в меня начали стрелять. Как вы видите, против троек справляться, в принципе, Т7 кар способен, но только если он будет против товарищей, которые стоят бортом. Ну, либо кормой. Давай, кини, едь, помогай. А я потихоньку буду отсюда сваливать, потому что ничего хорошего меня там не ждет. Солба я просто никого из них нормально пробить не смогу, да еще и на таком существенном для Т7 кар расстоянии. Я, может, поеду сейчас попытаюсь как-то захват сбить, пока наши товарищи пытаются разобраться на пляже с врагами. Больше чем уверен, что меня сейчас вот на точке захвата однозначно никто не ждет. Все-таки, как-никак, двойка. Давайте, братцы, я попытаюсь сделать то, что смогу, а вы попытайтесь, пожалуйста, сделать все остальное. Да, подвижности не хватает машинки. Прям вот совсем, совсем не хватает подвижности. Сбивать захват, сбивать захват мы будем вот таким вот образом запрыгиваем. Мы и так уже, в принципе, сделали хорошо, заехав на базу, но сейчас мы попытаемся еще и в этого товарища поотстреливать. Глядишь, может, я его еще и смогу победить. А я бы, честно говоря, от этого не отказался. Ну, прям хочется хоть что-нибудь годное действительно в бою сделать. Да, постой ты на месте, пожалуйста, но... Так, мне очень повезло, что противник, как я понимаю, не сильно подкованный попался. И вот таким вот нехитрым образом все-таки своих 9 снарядов Т-7кар может впихнуть, но единственное, что в одноклассникам. Потому что против ребят левелом повыше действительно ему сражаться очень сложно. Так, уехал. Захват я произвести однозначно не смогу. Ну, мне просто не хватит ни сил, ни времени. Нас осталось двое, и понятное дело, что от того, что я буду стоять на захвате, толку будет, ну, где-то приблизительно с ноль. Так, я остался один. Ай, как жаль, ай, как жаль. Очень жаль, ребят. Ну, давай. Покажись немножечко. Было бы чуть-чуть больше у меня хпшки, может быть, я бы и смог действительно что-то здесь сейчас сделать. Ну, а так получается... А так, получается, шансы мои не очень хорошие. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, БТ-7. Повезло. Повезло мне, что парень не смог меня забросить. Пользуемся случаем. Я очень сильно надеюсь на то, что сейчас не приедет второй товарищ. Точнее, приедет он однозначно ко мне. Вопрос в том, когда и... И что от меня к этому времени останется. Так, ну давай, вылазь. Так. Есть. На захват становиться однозначно мне нельзя. Блин. Блин, ну были шансы. Реально были. Ладно. Ограничимся тремя фрагами. Но в любом случае, ребят, мы увидели, что Т-7 кар, он в принципе что-то может. Может он, как оказалось, не только против товарищей на своем уровне, но и все-таки против троек порой что-то может противопоставить. Главное заехать с кормы, либо с бортом. Знак классности первой степени. Тысяча, ребят, нанесенного урона на втором уровне. По-моему, довольно неплохо. Что касается результатов фарма и результатов по команде. По команде первое место с существенным отрывом. А что касается результатов фарма, здесь был проигрыш, ребят. Но даже при этом проигрыше, с учетом результатов, которые я смог дать, мы получаем с вами 44,5 тысячи серебро. А это для второго уровня в целом не так уж и мало. Вот такой вот он, Т-7 кар. Действительно, стоит ли его покупать в предложении, которое есть сейчас в магазине за 4 доллара, я не знаю, честно говоря. Но мне машинка однозначно нравится и она однозначно обладает уникальностью. С этим поспорить будет сложно. Ну а на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.